Всем привет на моем 92 стриме Мы продолжаем проходить игру Lost Odyssey Вот уже 20 стрим по ней И это будет Наверное наискучнейший стрим На самом деле Поскольку мы будем Переводить сны В прошлой серии мы нашли 3 сна Ни один из них не прочитали Плюс Сейчас еще скорее всего найдем 1-2 еще может быть Ну не знаю В общем Тому кому это не интересно Слишком скучно и так далее Можно этот стрим Или видео если смотрите в записи Смело пропускать Так нам нужно добежать до гостиницы Ну чтобы Сныто прочитать Привет снаб Так Где у нас это Таверна или что там у нас было Так нет Стоп я думал здесь где то Нет Че то подлагивает да Или это только на стриме Я просто щас через зубы смотрю Тот самый сосед В смысле Типа там че то сверлит что ли Или что Не стоп Не нет а где вот то что я заходил Или это магазин был Вот где я сон Первый раз увидел А Ну Снаб У всех такой сосед Есть по моему Нет это не тот магазин Привет тор А я думал ты Это работаешь Так Это у нас что А вот это место Где мы впервые сон увидели Ну На том стриме Как радио Ну Ак Не ну сна пока что Три сна у нас Да есть Пока 5 нету Не факт что у меня получится Найти Еще Ему казалось странным видеть Как заключенные начинали бунтовать Снова и снова Что то там он расширял Сентенсис Не знаю как переводится В общем мы нашли Я не знаю Есть ли Разница В каком порядке Но я думаю Разницы нету Поэтому я сейчас Пока нажму отмена Потом Пойду Там где мы будем Ну это Ну гостиница Да И там уже просто По порядку Вызовем сны И все Это был Mind of captive Я просто Ну решил Там где вот Я же говорил что я нашел Да Этот Английский текст Тексты Ну в общем ладно У нас сейчас 4 сна есть Я думаю Нам этого хватит На Очень долго До обеда Наверное Даже больше Наверное Чем до обеда Ну связаны По моему Только у сет Были сны Если честно Ладно Возвращение героя Сейчас я закину В гугл Пока Продолжение следует Так Сейчас чуть-чуть Подготовлю Тут Окошки Ну я думаю Чатики убирать Наверное Не знаю Не буду Или убрать Или просто Его вот так Вниз Или вот Лучше Может вот так Сделать Просто Чуть-чуть Было видно Итак Возвращение героя Один В толпе Не знаю Сколько угол Правильно перевел Коренастых Мужчин Рагет Рагет Мэн А В плотной Один В плотной Толпе Толпе Настенький Настенький Дринк Чё-то Блин Пока не идёт Сейчас Не пойму Тут просто Гугл Бред Перевел А Посасывая Своё Питьё В дальнем Углу Таверны Старое 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 Сообщение Не понял А не В дальнем Углу А не Это Олдпост Это и есть Таверна Да Наверное А не Таверна Там Это Таверна Что за Предложение Не могу Перевести Ну Короче Каем Там Не буду Зацикливаться Прям На каждом Слове В таверне Он В общем Да Сидит Чё-то Бухает Один Человек Вошел Через Дверь Таверны А Единственная Таверна В городе Икам Там Сидит Массивили Билд Ну Типа Круг Крупный Чел Он Носит Одежду Воина Его Грязная Униформа Без Пикс ФЗ Ну Типа Говорит О Долгом Путешествия На Его Лице Усталость Но В глазах Свет Внешний Вид Война На Службе Один Это что А Гул Таверны Моментально Утихает Каждый Пьяный Глаз Смотрит Смотрит На Солдата С Благовением И Благодарностью Долгая Война Соседней Страной Закончилась И Наконец Люди Которые Сражались На фронте Возвращаются В свои Дома Звуки Есть Но Там Ты Слышал Какой-то Скрип Был Когда Я Переключил То же Самое С этим Военнослужащим Солдат Взял Место За столом Рядом С Каемом Ну Взял Место Ну Сел Да Сел Рядом С Каем За Столом Так Ну В общем Выпил Ликера Тут Какой-то Еще Оборота Понятное Но Не важно В суть Выпил Ликера Который Убьет Его Боль Не Музыки Нет Две Чашки Три Четыре Другой Клиент Подходит К нему С Бутылкой В руке А Ликер Равно Алкоголь Так Все Грин Это Что Такое Непонятно Подошел К нему С Бутылкой В руке Другой Клиент Типичный Городской Панк А С кривой Усмешкой Ну Ясно Позвольте Мне Предложить Вам Выпить Знак Благодарности За Ваши Героические Усилия В интересах Отечества Солдат Без улыбки Позволяет Человеку Заполнить Свою Чашку Каково Это Там На фронте Я Уверен Что Вы Привели Много Доблестных Дел На поле Боя Ну Дел Ну Ладно Понятен Смысл Солдат Прикладывается К своей Чашке В тишине Панк Наполняет Чашку И Принимает Все более Какую-то Улыбку Не пойму Только Какую Фоунинг Теперь Когда мы Друзья Как Насчет Рассказать Мне Некоторые Военные Истории Да Уже Друзья Только Выпил Одну Это Бухло И Уже Друзья А Подхалимную Улыбку Ясно У тебя Большие Сильные Руки Как Как Много Вражеских Солдат Ты Ну Почему-то Не договорил Не говоря Ни слова Солдат Бросает Содержимое Своего Стакана В лицо Человека Панк Приходит Ярость И Достает Свой Нож До того Как Он Успел Достать Нож Из Ножен Я так Понял Кулак Кайма Уже Посылает В воздух Солдат 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 Столкнувшись С мощным объединением фронта Кайма и солдата Панк убежал Бурмача проклятия Ну я конечно понимаю что криво Но не знаю правильно Все сказать Мощное объединение фронта Ну фиг знает Ну короче вообще просто Объединение Двое Больших мужчин Смотрели ему след А затем Поделились слабой улыбкой Кайм не должен Не почему не должен А да Кайму не нужно говорить с солдатом Чтобы узнать что он живет в глубокой печали Объединенное сопротивление Ну Со своей стороны солдат Обманул смерть Много количества раз Знает о тени Которые раскрываются В выражении Кайма Ну ты же не знаешь какой был кайм Н лет назад Когда вот этот сон происходил Может он был толстым Или накачанным Или накачанным Привет Дарк Энджел Да я знаю что я долго перевожу Но как бы Мне просто интересно Да А за меня никто не переведет Я в начале вообще искал Просто прохождение этой игры На ютубе На русском Ну или с переводом Там да Нету Я искал русский образ Хоть даже кривой бы там Вообще был бы потраченный перевод Нету Я решил проходить А как бы То что долго Ну так вот Но главное то В первую очередь Я хочу Устаться Во всем разобраться Да В этой игре Поэтому Все таки Переводить я буду Ну кстати Это уже четвертый диск идет А Кайм не меняется Разве Ну фиг его знает Это он не меняется Он не стареет А так Ну фиг Ну ладно Не понятно Гулулу Возвращается В таверну Кайм и солдат Налили друг друга Бухла У меня есть Жена и дочь Ну игра Она как бы Не то чтобы затянута Но она просто Да Длинная Ну в общем Ну да Так она А ты Как бы смотрел Что ли Все Ну вообще Следил за игрой Просто в чатике Особо не появляешься Ну В принципе Это конечно не факт Что не смотрел Так Где остановился У меня есть жена и дочь Я Не видел Как я Ай шипит аут Не пойму Типа Это Ну когда он ушел На войну Что ли Вот это То есть типа Три долгих года Вот это он Не видел Что-то не пойму Он Он позволяет себе улыбнуться Застенчиво Первый раз Когда он берет Фотографию жены и дочери Из кармана И показывает ее кайму Жена Женщина С Расистой свежестью Это гугл так перевел Я не знаю этих слов А дочь еще очень молода А по этой причине я выжил Привет Е вулф Не Там Рос От слова Роса Видимо Ну и то Это если гугл правильно перевел Ну выглядит молодо Да Если не дословно По сути Мысль о возвращении домой К ним живым К ним живым Было всем Что поддерживало меня в битве А ваш дом Далеко отсюда Не Моя деревня Находится Примерно В следующем Проходе Пас Ну короче Недалеко Я уверен Что они Уже слышали новость Что война закончилась А Есть Меньше на ты Разговорят Ну хорошо Пусть на ты Будет Они слышали новость Что война Закончилась И И Наверное Очень ждут Моего возвращения Домой Ну не Наверное А Просто Ждут Моего возвращения Домой Он Он Мог Попасть Ну я так понимаю Домой Сегодня Вечером Если бы он Хотел достаточно Сильно Это было так Близко Но Солдат Выпил Еще Алкоголя И Громс Простонал Я боюсь Боишься? Чего? Я хочу Увидеть Мою жену И дочь Но Я боюсь Что они Увидят Меня А Тяжело Вдохнул Я не знаю Сколько Мужчин Я убил За эти Последние Три Года У меня Не было Выбора Я должен Был Сделать Это Чтобы Остаться В живых Если бы Я собирался Вернуться К моей Семье У меня Не было Бо Другого Выбора Кроме Как Убить Одного Вражеского Солдата За Другим И Каждый Из тех Мужчин У них Были Семьи Которых Они Оставили Дома А Людей Ну Войны Обычно Мужчины Так что В принципе Небольшая Ошибка Так что там Дарканжел Только С учетом Что я Теперь Стримлю Два Раза В Неделю Возможно Что Вот В Ближайшую Неделю Еще Там Будет Пару Стримов В середине Но Это Вообще Не факт Но Вообще Надеяться Не стоит Так что Скорее Сего Не Больше Двух Раз В Недели Теперь Будет И Скорее Сего Это Воскресенье И какой-то Один из Будних Дней Вот Типа Как Четверг Просто Мы там Решили Выходные Выходной Сделать Сердине Недели Вместо Субботы Так Это Был Код Войны Судьба Солдата Чтобы Остаться В живых В бою Тебе Нужно Было Пойти На убийство Людей Прежде Чем Они Убьют Тебя У меня Не было Времени Чтобы Думать О Таких Вещах На фронте Я Был Слишком Занят Тем Чтобы Выжить Ну Кодекс Я Был Слишком Занят Тем Чтобы Выжить Я Вижу Это Сейчас Когда Война Ну Теперь Когда Война Закончилась Да нет Арканзил Я думаю Сейчас Мы Сны Попереводим И Там Мне Кажется К концу Идет Мне Кажется Там Экшона На Стрим Или На Два Хотя Если Там Много Диалогов То Ну Да Опять же Ну Посмотрим Не будут Загадывать Ничего Три года За грех Высечены В моем Лице Это Лицо Убийца Я Не Хочу Показывать Это Лицо Своей Жене И Дочери Солдат Достает Кожаный Мешочек И Из Которого Он Достает Небольшой Камень Он Говорит Кайму Что Это Нешлифованный Драгоценный Камень Он Нашел Вскоре После Того Как Он Уехал С Поля Боя Да На войну Думали Что Будешь Лавашки Рвать И Винки Блести Не Просто Тут Весь Вопрос В том Что Они Отправляли Родину Защищать Или Они Отправляли В агрессию Участвовать Это Это Вот Как Сейчас С Украиной Да То Срочники Там Уходят Да Они Или Идут Своих Стрелять Или Это На Донбассе Там Они Идут Свою Землю Защищать То Есть Все Таки Разница Как Им Потом В глаза Там Родные Смотреть И так Далее За Одних Будут Гордиться А Вторых Тащат Домой Быстрее Отечество Ну Возможно Так Прям Ждешь Покемонов Дарк Энджел Будут Обязательно Будут После Этой Игры Рано Или Поздно Но Будут Это Точно Я Уже Сам На Сам Дели Хочу Поиграть Драгоценный Камень Кайм Спрашивает Unconvinced Типа Не Не Уверенно Да Камень На Столе Тускло Черного Цвета Без Намека На Блеск Ну Я Видел Как Тор Убил Соника В Боши Да Впервые Услышал Реальные Эмоции От него Никогда На других Стримах Не Было В общем Этот камень Очень был Непохож На Драгоценный Он Сверкал Когда Я Впервые Нашел Его Я Был Уверен Что Моя Дочь Полюбит Его Когда Я Принесу Его Домой Постепенно Однако Камень Потерял Свой Безг И Стал Мутным На Доча Камень Тебе Не Ну А Че Я Вон Сестре Тоже Камень Подарил На День Рождения По Моему Нормальный Лучший Подарок Это Камень У него Столько Предназначений Каждый Раз Каждый раз Я Убивал Варажского Солдата Что То Вроде Пятна Его Крови Поднимается На Поверхность Камня Как вы Можете Увидеть Это Почти Сплошной Черный Ну Он Теперь Почти Сплошной Черный После Трех Лет Камень Запятнали Мои Грехи Совершенные Я Называю Это Моим Камнем Греха Дарк Энджел Ну Как бы Если честно Булыжник Но только Суть в чем Я Просто Ездил На Машине На Юг России Новороссийск Там Геленджик Новороссийск Для меня Это Такая Впервые Поездка На Море Вообще Особенно На Машине Вот И Это Один Камешек С моря Привез Просто Так Ну Поржать Может Тебе Помыть Что Или Да Да Почистить Вообще То Как Бу И Камень Он Всегда Вообще То Ну Как Это Самородок Да Как Называется Исходник Он Всегда Ни О чем Его Нужно Обработать Чтобы Он Был Офиген Ну Так Вот Он Называет Камнем Греха Ты Не Должен Винить Себя Так Сильно Говорит Кам Ты Должен Был Это Дел Чтобы Остаться В Живых Да Знаю Говорит Солдат Я Знаю Но Все же Как И я Люди Убивали Не Стоп Я Убивал Жители Деревни А Не Виллоджес Я Убивал Деревни Чтобы Вернуться Домой Нет Или Че Не Павел Ну Дарк Энджел Ну Я Там Сказал Что Типа Это Вот Был Камень Под Который Вода Не Текла А Вот Тут Он Полторы Тысяч Километров Со Мной Проехал Теперь Это Вольный Камень Давай Дали Железные Полванки На пилинг У тебя Может Сурти Пока Они Убирают Прелесть Хлоу Это Снап Затроллен Последнее Предложение Я так и не могу Понять Типа Он говорит Я убивал Людей Которые Должны Привернуться Домой Где Их Ждали Семьи Не Я на труды В школе Ходил Но У нас В основном Была Работа По дереву По металлу Очень Мало И Нифига Не было Ди Инструментов Особо Ничего Все Было В таком Довом Состоянии Естественно Все Нужно Было Покупать Самому Там Лобзик Покупал И Все Так Затем Солдат Сказал Кайму Ты Тоже Полагаю У тебя Тоже Должна Быть Семья Кайма Немного Встряхивает Головой Не У меня Нет Семьи Ну По крайней Мере Родная Деревня У меня Нет Никого Места Чтоб Пойти Домой Вечный Путешественник Да Это Я Солдат Усмехается Мягко Ну Солдат Немного Ну В общем Усмехается Кисло Улыбается Кайму Трудно Сказать Насколько Полностью Он Верит К тому Что сказал Ему Кайм Он Ну Как это Сказать Перебирает В руке Камень Греха В кожаном Мешочке И Говорит Знаешь Что я думаю Если Камень Делается Темнее Каждый раз Когда я Забирал Жизнь Он должен Получить Некоторый Просвет Ну Он должен Сновиться Немного Светлее Каждый раз Когда я Спасаю Жизнь Вместо Ответа Кайм Допивает Последние Капли Спиртного И Из его Чаши И Встает Из-за Стола Солдат Остается В своем Ну В своем Сиде Стуле Акайм Глядя на него Сверху Вниз Говорит Ему Эти слова В ответ Ну Не знаю Светится Вроде бы Не очень Тут Подходит По смыслу Потому Что Если он Темнел Постепенно Каждый раз Когда он Кого-то Убивал Значит Тут Должно Светлеет Постепенно А не Светиться Сразу Ну Вот Он Говорит Такой Ответ Если у тебя Есть место Куда ты можешь Пойти Домой Ты Ты должен Пойти Туда Просто Приди Независимо Оттого Насколько Ты У тебя Вина Большая Насколько На тебе Висит Большая Вина Я уверен Что Твоя жена И дочь Поймёт Ты не Преступник Ты герой Ты Либо Ты боролся За свое Сердце Чтобы Остаться Жить Что-то Какое-то Странное Или Или Наоборот Боролся Своим Всем Сердцем Что Непонятно Я рад Что встретил Тебя Сказал Солдат Мне Нужно Было Это Слышать Он Протягивает Руку Кайму Который Пожимает Ее В ответ Ну Снап Не надо Спойлеров Зачем Не терпится Что-ли Я надеюсь Твои путешествия Идут Хорошо Говорит Солдат И Твои путешествия Скоро Закончатся Говорит Кайм С улыбкой Идя К двери Ну Типа Опять Пришел Панк Что-то Я не пойму Как тут Правильно Перевести И Достает Пистолет Берегись Солдат Стремляется За Каймом Пока Кайм Кружится Вокруг Панк Прицеливается И кричит Ты не можешь А Ты не можешь Так со мной Поступить Сукин сын Солдат Летит Между Думя Этими Мужчинами И Принимает Пулю В живот Ну дураку Надо было Кайм Сказать Что он Бессмертный Ему Пофигу А Не можешь Оскорблять Так Сказала Не можешь Поступить Так Со мной Ну Почти Что Правильно В принципе Итак Как он Отчаянно Желал Это Сделать Золдат Спас Чуть Жизнь Это Сомнительно Сомнительно Что он Спас Жизнь Кайму Ну Ладно По иронии А Лузы В этом И написано По иронии Судьбы Это Это Жизнь Кайму Человека Который Не может Не состариться Не умереть Солдат Торговал Че Не понял Последнее Предложение В смысле Насчет чего Магия Не понял Солдат Солдат Толкает Кожаный мешочек В руку Кайма А посмотри На мой Камень Греха Может быть Может быть Он говорит Посмеиваясь Слабо Некоторый Блеск Вернулся Кровь Брыжет Изо рта Душит Смех Кайм Заглядывает Внутрь Говорит Сейчас Все Переливается Он Чистый Да Задыхает Солдат Хорошо Моя дочь Будет Так Рада Он Улыбается С удовлетворением И держит Руку На сумке Осторожно Кайм Закладывает Мешочек На ладонь И Складывает Пальцы Человека На нем Солдат Делает Свой Последний Вздох И сумка Падает На пол Лицо Мертвеца Носит Мирное Выражение Камень Однако В Камень Что Камень Однако Камень Греха Человека Который Выкатился Из Открытой Сумки Черный Как Никогда Конец Ну то есть Кайм Соврал По сути А Никак Никогда Как и прежде Понятно Ну помыть его Надо Это плюс Белые цветы Ща найду Обороты Обороты Сложный для перевода Солнце Что ж И так Белые цветы Называется Сон Прекрасные Белые цветы Маскируют Город Они цветут На каждом Углу Ничего Не в кроватях Или полях Отведенных Отведенных Для культивирования Но Смешиваясь Естественно В соответствии С каждым Рядом Домов Как будто Здания И цветы Выросли Вместе Они цветут На каждом Углу На клумбе Или в полях Отведенных Для них Столь гармонично Выстраиваются В линии Перед каждым Рядом Домов Что можно Подумать Как будто И здания И цветы Выросли Вместе Ранняя весна И снег Все еще Лежит На близлежащих Горах Но океан Что нежно Укутывает Город На южном Побережье Купается В сияющем Солнечном Свете Блин Было бы Всегда Такой Перевод Это старый И процветающий Портовый Город Даже сейчас Его Ну давай Скинь Тогда Что у тебя есть Быстрее Пойдет Дело И плюс Ну и Нормально Так Перенял Файл Это старый И процветающий Почтовый Город Даже Сейчас Его Пирсы Видят Множество Круизных И торговых Судов Что приходят И уходят Ну Портовый А я Че Сказал Однако Его История Резко Разделяется На Времена До И после Случая Что Случился Давным Давно Люди тут Предпочитают Не говорить О том Что Ну ладно Давай дословно Прочитаю Что Водоразделом Выгравлено На Истории Города Воспоминание Слишком Печально Чтобы Говорить О них Вообще Я думаю Оно Не стоит Того Чтобы Здесь Все Переводить Литературно Ну По крайней Мере Нет Если бы Я делал Конечно Перевод Игры Чтобы Он Ну Как бы Сохранился В самой Игре Да То есть Именно Локализацию То Другой Опрос А вот Так Мы Сейчас Читаем Все Рано Это Как бы Особо К сюжету Прям Прямого Отношения Не имеет И Поэтому Не обязательно Прям Досконально Все Ну Пропустил Одно Предложение Ну Ничего Страшного А Воспоминания Слишком Печальные Чтобы Говорить О них Каем Знал Это Именно Потому Что Он Знал Он Пришел Сюда Еще Раз Проездом Спросил Его Хозяин Таверны Услышав Звук Его Голоса Каем Ответил Слабой Улыбкой Вы Тут Я Так Понимаю На Фестиваль Не Торопитесь Выкроите Время И Насладитесь Им Мужчина Находился В Приподнятом Настроении Он Присоединялся К Посетителям Стакан За Стаканом Пока Лицо Не Стало Пунцовым Но Никто И Не Думал Винить Его За Зло Потребление Каждое Место В Таверне Было Занято И Воздух Содрогался От Смеха Счастливые Голоса Хорошо Были Слышны Даже На Улице Весь Город Праздновал Раз В Год Фестиваль Заставлял Веселиться Всю Ночь Напролет До Самого Восхода Солнца Я надеюсь У вас Есть Комната На Ночь Сэр Сейчас Слишком Поздно Что-то Искать Все Гостиницы Полны До Отказа Похоже На То Не То Чтобы Нашелся Кто-то Столь Глупый Дабы Привести Ночь Как Это Спокойно Укутавшись В одеяло В своей Комнате Хозяин Таверны Подмигнул Кайму Произнося Точно Не Вы Сэр Я Уверен Сегодня У нас И безбашенный Праздник Какой Вы Только Могли Видеть Все Приглашены И местные И нет Напитки Еда Игры Женщины Просто Дайте Мне знать Чего Желаете И я Удостоверюсь Чтобы Вы Это Получили Кайм Сделал Глоток И Ничего Не Ответил Он Планировал Оставаться Бодрствующим Всю Ночь У Него Не Было Комнаты Но И Наслаждаться Фестивалем Он Тоже Не Думал Кайм Будет Возносить Молитву До Часа Перед Рассветом Когда Ночь Темнее Всего Затем Ж Он Покинет Город Провожаемый Утренним Солнцем Что Покажет Свой Лик Между Горами И Морем Точно Так Ж Как И Во Время Своего Последнего Визита Когда Хозяин Таверны Что Пару Минут Назад Говорил С Одним Из Посетителей О Своем Новорожденном Внуке Сам Был Еще Младенцем За Мой Счет До Дна Сказал Хозяин Таверны Наполняя Рюмку Кайма Мужчина Подозрительно Всматривался В Кайма И Сказал Вы Пришли Сюда На Фестиваль Не Так Ли На На самом Деле Нет Сказал Кайм Только Не Говорите Что Вы Не Знали О Нем Хотите Сказать Что Вы Тут Совершенно Случайно Боюсь Что Так Ну Если Вы Прибыли Сюда По Делам Забудьте С вами Никто Не Будет Говорить Серьезно Столь Особенную Ночь Как Эта Хозяин Таверны Продолжал Объяснять Что же Такого Особенного В Этой Ночи Вы Должно Быть Слышали Что То Об Этом Однажды Давно Уже Этот Город Был Почти Полностью Уничтожен Есть Два События Что Делят Историю На До И После Одно Из Них Рождение Или Смерть Великой Личности Героя Или Спасителя Второе Это Война Чума Или Природные Катастрофы В этом Городе Таким Событием Что Разделило Историю На До И После Было Ужасное Землетрясение Это Случилось Без Предупреждения И Мерно Спящие Люди Не Имели Шанса На Убежать С Грохотом В земле Образовалась Трещина Дороги И Дома Просто Развалились На части Начались Пожары Что Раскинулись В мгновение Ока Не Раскинулись Разошлись Разошлись В мгновение Ока Почти Все Погибли Ты Скорее Всего Не Можешь Себе Такого Представить Я Знаю Лишь То Чему Меня В школе Учили И Что Значит Фестиваль Возрождения Для Пацана То Что Произошло Ну Я Понял Снап Отлично Смотри Как Быстро Идет И Нормально Понятно Все И То Что Произошло Давным Давно Я Живу Тут И Это Все Что Имеет Для Меня Значение Так Что Путешественник Вроде Тебя Даже Представить Себе Не Может Каково Это Так Так Они Так Они Называют Это Праздником Фестиваль Возрождения Ого Город Возродился Из полных Руин До До Такого Ну Не До Такого Ну Типа Вот Город Возродился Из полных Руин И Стал Таким Именно Это И Празднуют Каем Одарил Мужчину Мрачной Улыбкой И Отхлебнул Из Рюмки Что Смешного Спросил Хозяин Таверны В Последний Раз Когда Я Тут Был Они Называли Это Днем Памяти Погибшим Во Время Землетрясения Это Был Не Фестиваль Со Столь Ярым Празднованием А Видимо Планировать Систем Ставим Обязательно О чем Вы Говорите Это Было Фестивалем Возрождения С тех Пор Как Я Был Ребенком Это Было До Того Как Стал Достаточно Взрослым Чтобы Помнить Что Нибудь А А до Этого Они Называли Этот День Утешением Духов Они Зажигали Свечи За Каждого Кто Умер И Морились За Их Упокой Это Был Грустный Фестиваль Со Множеством Слез Вы Так Говорите Как Будто Сами Видели Все Это Я Видел Хозяин Таверны Рассмеялся Громко Фырко Вы Выглядит Трезвым Однако Ваш Разум Точно Захмелел Сегодня Ночь Фестиваля Так Что Я Позволю Вам Себя Разыгрывать Но Не Пытайтесь Заводить Такие Разговоры С Другими Горожанами Все Наши Предки Включа Мои Единственные Кто Еле Еле Успели Спасти Свои Жизни Каем Хорошо Понимал Что Происходит Он Не Ожидал Что Мужчина Поверит Его Слова Каем Просто Хотел Узнать Передают Ли Горожане В Воспоминании О Трагедии И Если Глубоко Внутри За Этими Смеющими Се Лицами Печаль Передаваем От Предков Окликнутый Одним Из Посетителей Хозяин Чьи Каема В смысле Ну ладно Среди Множества Жен И Детей Которые Были У Каема В его Бессмертной Жизни Именно Эти Жена И Дочь Особенно Не Забывались В Пре По Каем В Порту Они Были Лишь Втроем Он Его Жена И Их Маленькая Девочка Они жили просто и счастливо Обычная повседневная жизнь Все в городе верили в это Включая жену и дочь А, да А я что-то подумал, что я еще не дошел Так, они жили просто и счастливо Обычная повседневная жизнь Все в городе верили в это Включая жену и дочь Но Каим знал, что это не так Благодаря его бессмертной жизни Он бесчисленное количество раз Ощущал боль расставания Каим хорошо знал, что для этих людей Такая обыденная жизнь Не будет вечной Его жизнь с этой семьей Когда-нибудь закончилась бы И сей факт нельзя было изменить Без осознания бесконечности Люди знали, как любить и надеяться Здесь и сейчас Каим очень любил показывать своей дочери цветы И чем более хрупкими и недолговечными они были Тем лучше Цветы цвели каждое утро И увидали прежде, чем зайдет солнце Они были везде В этом портовом городе Красивые белые цветы Цветущие каждую раннюю весну Его дочь Любила цветы Она была нежным ребенком Что никогда не рвала цветы Которые так смело боролись За возможность цвести Вместо этого Она могла часами просто смотреть на них В этот год тоже Смотри, какие тут большие бутоны Они готовы распуститься в любой момент Счастливо сказала она Когда нашла белые цветы На дороге около дома Может завтра Поинтересовался Каим Точно весело Встряла жена Давайте завтра Встанем пораньше И взглянем Бедные маленькие цветочки Признесла дочь Это так красиво Когда они цветут Но затем они тут же вянут Все к лучшему Сказала жена Каима То, что ты видела Как они цветут К удаче Они приносят Хорошее настроение Для нас Может быть Ответила дочь Но подумай В этих бедных цветах Они столько трудились Чтобы открыться А затем гибнут В тот же день Это так грустно Ну да Наверное В один момент Грусть наполнила комнату Но Каим развеял ее Громким смехом Счастье не обязано Быть долговечным Провозгласил он Что это значит Папа? Может они Долго и не цветут Но цветы счастливы Если смогут Красиво расцвести И дать Самый сладкий запах На который способны Во время цветения Было похоже Что девочке Сложно понять это И она Со вздохом Кивнула Затем она Улыбнулась И сказала Может быть Это правда Папа Твоя улыбка Прекраснее Чем Любой цветок В полном цветении Он должен был Сказать ей это Потом он Пожалел Что не произнес это Слова Что он произносил Столь небрежно Отчасти стали Пророческими К сожалению На этом Перевод От снапа Закончился И теперь Мы продолжаем Уже От гугла Сейчас Так найду Это место Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Не Содержание Неидентичное Я же Долго Сейчас Я не могу Найти Это Что-то А Там еще Много Довольно Что там Девочки Тоже В третьей попытке Понял Что он Хотел Сказать О Нашел Ну Теперь Юная Леди Сказал Он Если Вы Рано Встаете Чтобы Увидеть Все цветы Завтра Утром То А Если Ты Хочешь Наверное Рано Встать Утром Чтобы Увидеть Все цветы Завтра То Тебе Лучше Лечь Спать Прямо Сейчас Хорошо Папа Если Реально Действительно Должна Я Иду Спать Теперь Тоже Сказала Жена Кайму Хорошо Тогда Джин Дзенит Папа Я не знаю Что Это Его Жена Сказала Угнает А Гуднает О Жесть Ясно Его Жена Сказала Кайму Спокойной Ночи Дорогой Я Действительно Иду Спать Спокойной Ночи Ответил Кайм Который Наслаждался Последней Чашкой Чтобы Облегчить Усталость Дня Последней Чашкой Кофе Что Либо Не написано Чего Напитка Какого Это Оказалось Были Последние Слова Его Семьи Последние Совместные Слова Его Семье Сильное Землетрясение Поразило Город До Рассвета Дом Кайма Рухнул В груду Камней Два Близких Кайму Человека Ну В общем Оба Погибли Пока Перед чем Они смогли Проснуться И Не было Ни шанса Сказать им Доброе утро Покинули Сей мир Да Роза Утреннего солнца Не знаю Что это значит На городе В общем Утреннее солнце Взошло Над городом Который был Разрушен В одно Мгновение Среди Среди обломков Среди обломков Цветы Ну Были цветы Которые Дочь Кайма Хотела Так Увидеть Кайм Думал Положить Цветок На Холодный Труп Своей дочери Но он отказался От этой идеи Он не мог Заставить себя Сорвать цветок Да Цветы Нет Ни одно Ни одно Живое Не находится Находящийся На земле Он понял Не имеет права Вырвать Жизнь цветка Который Обладал Одной Короткой Жизнью Одного дня Не знаю Вроде Как-то Примерно Чего Полная Поланит Белая Полнит Кайм Никогда Не мог Сказать Своей дочери Ты идешь На небеса Первая И ждешь Меня Я Буду Там В ближайшее Время Он Никогда Не узнает Радость Воссоединения Со своими Близкими Жить Жить Тысячу лет Означало Преодолевать Боль Утраты Тысячи лет Расставаний Ой Что Да Кайм Продолжил Своё Долгое Путешествие Головокружительное Количество Лет И месяцев Следует Годы И месяцы В течении Которых Чё там Это мне Надо смотреть Ясно Не в тему Ну да Каждый сон Тычет В тысячу лет Через некоторое время Он Редко Думал Стоп Я чё-то Перескочил Да Так Люди Рождались И Они Гибли Погибали Они Любили Друг 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 И Расставали С теми Которые Им Очень Нравились Были Чрезмерные Радости И такие И такие же Чрезмерные Печали Люди Боролись И спорили Без конца Но Они Так же Любили И прощали Друг друга Бесконечно Таким Таким образом История Была Построена На Слезах Прошлого И Молитвах За будущее После Тысячи Дет Кайм Резко Думал Все Убедительно Кайм Продолжил Своё Долгое Путешествие Через Некоторое Время Он Редко Думал О Жене И Дочери С которыми Он Провел Эти Нескольких Коротких Дней В Кавани Города Но Он Никогда Не Забывал Их Кайм Продолжил Своё Долгое Путешествие И В Ходе Своих Путешествий Он Снова Зашёл В Этот Портовый Город Как ночь Углубилась Шум Столпы А Не Как ночь А Ну В общем Ночь Углублялась А Шум Столпы Только Увеличивался Но Теперь Как Как Что А Ну Как Приходит Свет С Востока На Небе Без Сигнала От Кого Либо Шум Мене Сменяется Молчанием Каим Стоял На Центральной Площади Города Гуляки Тоже Нашли Свой Путь Здесь Сейчас Приложение Полностью Перевести Так Не могу Пока Ну Короче Пришли Гуляйки Заполнили Площадь Людьми Каим Почувствовал Прикосновение К Плечу Я не ожидал Что найду Тебя Здесь Говорит Владелец Таверны Когда Каим Тихо Улыбнулся Ему Владелец Таверны Выглядел Несколько Смущенным А Ну Несколько Смутился И сказал Там то Я забыл Сказать Тебе Раньше А Ну Вы знаете Землетрясение Произошло Давным Давно Перед Моим Отцом Отцом А Еще Дом Времени Моего Отца И матери Еще до Поколения Моих Бабушки И дедушки Дедушки Это может Звучать Смешно Для меня Чтобы Сказать Это Но Я не могу Представить Этот город В руинах Я знаю Что вы Имеете Ввиду Я думаю Что Однако Вероятно Есть Вещи В этом Мире Что Вы Можете Помнить Даже Если Вы На самом Деле Не Испытывали Как Землетрясение Я Не Забыл Его Я Не Единственный Кто Это Я Не Единственный Это Это Возможно Произошло 200 лет Назад Но Никто В этом Городе Никогда Не Забыл И Не Ну Не Может Позволить Себе Забыть Это Также Как Каем Снова Кивает Чтобы Дать Понять Свою Не 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 Дать Знак Что Он Понимает Слова Хозяина Таверны Мрачная Мелодия Перекликается По всей Площади Этот Час Как-то Землетрясение Разрушило Город Все Люди Собравшиеся Здесь Закрыть Глаза Похватить Свои руки Вознести Молитву Воделись Таверны И Каем Стояли Между Ними В закрытых Как сказать Ну В общем В закрытые глаза Каем Приходят Приходят Улыбающиеся Лица Своей Умершей Жены И Дочери Не Знаю Как это Лучше Сказать Почему Они Такие Красивые Печальные Эти Лица Которые Считают Своим Сердцем Что Завтра Обязательно Придет А Закрыв Глаза Каем Увидел Ну Да Вот Так Вот Музыка Заканчивается Утреннее Солнце Поднимается Над Горизонтом И Везде По Городу Цветут Бесчисленное Количество Белых Цветов Через 200 лет Белые Цветы Изменились Ученые Предположили Что Землетрясение Возможно Изменило Природу Самой Почвы Но Никто Не знает Причину Наверняка Жизнь Цветов Привела К Увеличению Увеличению Чего Не понял Ну В общем Там Где Раньше Они Цвели И Увидали За Один День Теперь Они Цветут В течении Трех И Четырех Дней За Один Раз Смоченные Росой За Ночь Купались В свете Солнца Белые Цветы Стремились Жить Своей Жизни В полной Мере Украшать Город Как будто Стремясь Прожить Часть Жизни Тех Чьи Завтрашние Дни Были Вырванные Навсегда Конец Это на самом деле Интересная История Была Потому что Ну Можно Тут Можно Порассуждать На самом деле Много И Как бы В жизни Тоже Бывает То что Извращают Какие то События То есть То что Было Трауром Уже Становится Праздником Иногда Или там Отношения Меняются Спустя Поколения Там И так Далее Ну Сейчас Немножко Не до Обсуждений Потому что У нас Следующий Сон Сейчас Только Буквально Ну Что По поводу Вот Раздел Ну Пока Напиши В общем Буквально Одну минуту Перерыв Сейчас Просто Попью Чем Будет Уже Пересыхает В корне Продолжение следует Прошлась Посреди Города И это Типа Как Мемориал Поставили Возможно Ну Да Что То Продолжение следует По моему Этот Сон Не очень Длинный Так Ну Ладно Начнем In the mind Of A captive Стоп А как Сам Сон Переводится Надо Сходу Не могу Перевести Название Сон А В Уме Пленника Что А Я помню Мы Этот Сон Обнаружили Когда Мы Что Подошли К Ну В Таверне Какому Посетителю И он Говорит Типа Я не понимаю Почему Там Кой заключенный Устраивал Бунты Что Постоянные Что Такое В общем Да Что На Эту Тему Сейчас Будет Ладно Начнем В уме Пленника Он Знает Что Это Бесполезно Но Он Не Может Подавить Импульс Что Струится Изнутри Его Собственной Плоти Он Может Но Это Не то Что Подумали Но Он Должен Делать Это Чтобы Свернуть Все Его Тело К Решетке Это Не Хорошо Вообще Его Плоть Просто От От Толстых Железных Решеток Номер 8 Какого Чёрта Ты Делаешь Сердитый Окрик Охранника Перекликается По Коридору Заключённые Никогда Не называют Заключённых Никогда Не называют По имени Только По номерам На их Клеток Каим Является Номером 8 Каим Ничего Не говорит Вместо Этого Он Хлопает Его По плечу Не понял Напротив Баров Подразумевается Под баром Не понял Массивные Железные Прути Никогда Не прогнуть Всё Что Они Сделают Это Оставят Скучную Тяжёлую Боль В Мышцах И Костях Каима Теперь Вместо Того Чтобы Кричать Снова Охранник Достает Свисток А Ну В смысле Свистит Свисток И Другой Охранник Прибегает Со Станции Номер 8 Что Что Он Собирается Предпринять Чтобы Ты Понял А Нет Наверное Не так Что 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 Нужно Сделать Чтобы Ты Понял Ты Хочешь Быть Брошенным В Карцер Не Смотрите На Меня Так Начните Сопротивление И Все Это А И Ну Вы Останетесь Здесь На Больше Времени Сидя На Полу Своей Камеры Растопырив Ноги Каем Игнорирует Крики Охранников Он Был В Карцере Большое Количество Раз Он Знает Что Он Был Закремен Как Весьма Мятежный Пленник Но Он Не может Ничего С тобой Поделать Что То Кортится В Глубине Его Души Некоторые Не понял Некоторые Горячие Вещи Находятся В ловушке Внутри Него И Бурлят И Корчатся Ты Оказался Некоторым Героем Войны Говорит Один Охранник Ты Не Можешь Делать Дерьмо Здесь А Как Это Правильно Разберись Тихо Ну Типа Ты Наверное Не Можешь Фигней Страдать Тут Что Случилось Солдатик Ничего Не Можешь Сделать Без Врага Глядящего В Твое Лицо Охранник Рядом Что с ним Насмехается Натыкаемым Слишком Плохо Для тебя Дружище Нет врагов Здесь Точнее Это не вопрос Врагов Здесь Нет И Также Нет Никого И На Вашей Стороне Вас Заперли В Одиночку После После того Как Охранники Ушли Каем Сворачивается На полу Обняв Колени И Сжавшись Плотно Сам По себе Охранник Был Прав Я Думал Что Привык Жить В одиночестве В бою На Дороге Но Одиночество Здесь В тюрьме Глубже Чем Где Либо Чем Какое Либо Которое Я Испытывал И Страшнее Стены С Трех Сторон И За Пределами Не Что Вот Не знаю Как здесь Перевести Слово Барс За Пределами Баров Ничего Таких Баров А Прутьев Что Либо Ясно И Позади Прутьев Ничего Кроме Стены Что Закрывает Узкий Коридор Ну Я Знаю Что В тюрьме Я Просто Не знал Как Что За Бар Это Подземелье Было Построено Таким Образом Чтобы Претратить Чтобы Заключенные Видели Друг Друг И Даже Ощущали Присутствие Друг 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 Полное Отсутствие Изменений В Представлении Парализует Ощущение Времени Каем Понятия Не имеет Сколько Дней Прошло С того Как Его Бросили Сюда Время Течет Ну Это Является Бесспорным Фактом Но Некуда Идти Он Просто Застаивается В нем Истинная Пытка Что Тюрьма Наносит На Человека Это А Это Не то Что Она Грабит Его Ну Крадет Его Свободу И Не то Что Заставляет Его Испытывать Одиночество Реальное Наказание В том Чтобы Жить Где Никогда Ничего Не движется В поле Зрения И Время Никогда Не Течет Вода В реке Никогда Не Разлагается Что А Не Портится Вода В реке Никогда Не Портится Но Запри Ее В банку И Это То Что В конечном Итоге Можно Сделать Точнее То Что В конечном Итоге Произойдет То же самое Верно Здесь Но Я понял Метафора Типа Вода Протухает В банке Может быть Часть Его Глуб Часть Его Глубоко В его Теле И Разами Уже Начинает Выделять Гнилой Запах Может быть А Ой Потому Что Он знает Об этом Каем Летется С полу Снова И Бьет Себя Брешетку Снова И Снова Нет Ни малейшего Шанса Что Он Сломает Решетку Он Также Не думает Что Он Может Управлять Что В общем Он Даже Не думает Что Может Что Сделать Чтобы Убежать Отсюда Так Я Сейчас Так Понимаю Он Тогда В В Этом В Таверне Да Вот Когда Мы Этот Сон Нашли Это Он Получается Встретил Своего Надзирателя Потому Что Тот Рассказывал Про Вот Такого Буйного Заключенного Привет Рос Что Убаюкивает Ну А Не знаю У тебя Ночь Когда Я Просто Не в Курс Тем не менее Он Делает Это Снова И Снова Плюс Два МСК Не Не Будет Я Где-то Буду До Самой Больше Где-то До Пяти По Москве Но И то Я думаю Что Я Не Выдержу Столько В тот Момент Пежде чем Его тело Врезается В решетку Сейчас Не могу Это Понять В общем Чет Пару Ветра Ударяет По Его Щеке Не Неподвижный Воздух Перемещается На этот Короткий Интервал Прикосновение Воздуха Это Та Вещь Которая Дает Кайму Фрагментарный Намек На Течение Времени А Вон Оно В чем Дело То есть Он Искусственно Себе Ветер Таким Образом Создает Бьясь Бьясь Короче Как-то Бьется Об решетку Охранник Подбегает С Лицо С лицом Заполненным Гневом Теперь Я вижу Человеческий Облик А Точнее Даже силовет Человека Там Где Только Что Была Только Стена Это Само По Себе Достаточно Чтобы Поднять Мое Настроение Но Эти Охранники Не Понимают Этого Ладно Номер 8 Это Наказание Для Для Вас Давайте Посмотрим Если Три Дня Там Тебе Будут Охлаждать Твую Голову Да Чет Чет Типа Губы Каймы Расслабляются В улыбке Когда Он Слышит Приказ Они Эти Ребята Получили Его Это Не Понял Что Это Теперь Мой Пейзаж Изменится Время Снова Начнет Течь Я Благодарен За Это Кайм Громко Смеется Охранники Связали Его Руку За спиной Руки За спиной Заковали В цепи На лодыжках И Отправили В карцер Почему Чет Возьми Ты смеешься Номер 8 Да Остановить Его Мы Накажем Вас Еще Больше Но Кайм Просто Смеется Смеется В Полную Силу Всеми Легкими Если Я Заполняю Заполню Мои легкие Новым воздухом То Вонь Исчезнет Или Мое тело И разум Сгнили Настолько Уже Что я Не могу Избавиться От зловония Так легко Как долго Они будут Держать Меня Взаперти Здесь Когда Я смог Выбраться Отсюда Будет Ли Слишком Поздно К тому Времени Когда Все Сгнили Я Стану Меньше А Когда Когда Все Сгниет Я Буду Скорее Меньше Он А Скорее Это Ну Снап Он же На войне Постоянно Был И там Ну Знаешь Всякие Ну Там Трибуналы Наверное Все Такое Он же Наемник Там Помнишь Постоянно Какие То Гражданских Войнах Там Участвовал В восстаниях И так Далее Нормально Ну Да Говорит Как Наши Войска Рассчитывают Вражеские Трупы Не понял Почему Это Было Каем Вряд ли Может Дышать Это Как Если Бы Воздух Вытесняли Из Его Груди Мучительная Боль Рисует Его Обратно Ну Это Возвращает Его Обратно Из Мира Грез В Реальность Ну Снап Когда мы Начинали Игру У него Был Первый Уровень Насколько Я Помню Значит Он Тысячу Лет Набрал Только Один Уровень Был Я Однажды Уже В Тюрьме В далеком Прошлом Он Наполовину Ну В мечтах И наполовину В реальности Он Ну Мечтал Большое Число Раз Ну Или Как Мечтал Блин Короче Грезил Большое Количество Раз И Этот Кошмар Это Можно было Так Назвать Да Королева Да Она Норм Прокачалась Там Играя На Арфе После Пробуждения Он попытался Вспомнить Этот Кошмар Но Ничего Не осталось В его Памяти Одно Можно сказать Наверняка Появление В тюрьме Одного Из Охранников Из тюрьмы Во сне Всегда Один и тот же В общем Как то так Один и тот же охранник В общем У него в кошмаре Приходит Может ли это быть Что то Что на самом деле Произошло Если да То когда Это могло быть Нет никого Способа Это выяснить Как только Он полностью Проснулся Те вопросы Которые Задают Ну У него Появляются Между Сном И реальностью Стираются Из его Памяти Он вскакивает С криком Его дыхание Затрудняется Тыльная сторона Ладони Вытирает Потоки Пота Солба И Все что И все Что остается Это Содрогающийся Страх Или что то Я не знаю Это всегда Так Сейчас Тоже Он Бормочет Себе Под нос Пытается Извечь Все что В памяти Остается В отдаленном Уголке Его мозга Что я мог Пережить В прошлой Жизни Сейчас Тоже Странно У меня Дальше Нет Текста Лол А Будет Сейчас Содрогается А Ну ясно Ну я ее уже прочитал Конец Вот Три сна Уже Закончены Там есть еще один Да Не прочитанный Даже еще два Не 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 Стоп Это я читал Это я читал Вот это Beyond the wall Я не читал Но Мы можем еще пойти Вот этот сон Походу взять Попробовать Ладно Пора просыпаться А то что-то Он уже Три сна Увидел И все еще Спит Валяются Нам нужно Опять Вернуться В бар Так Стоп Забыл Как на ту улицу Выйти Другую Это Это не то А Не Вот это И есть Глупые Проклятые Магические Двигатели Думаю Они могут Из-за них Я могу Потерять Свою Работу Давай Пошли Уже Домой Нашли Ну Это Сразу Дочитаем Он Прям Там Походу Стоял И Чук Отрубился Короче В сон Сон Называется Мама Приходит Домой Или Вернулась Домой Да Этот Подлиннее Мальчик Потерял Улыбку Хотя Он Это Отрицает Не Не Говори Глупости Ка Смотри Я Улыбаюсь Не Так Что Жесть Я Предупреждал Этот Стрим Полностью А Ну да Не Ну наверное Потом Перерыв Будет Еще На Обед Не Знаю Пока Что Норм Это Четвертый Сон За Сегодня Он Ну я Не знаю Как это Если Недословно Перевести Ну типа Пытается Улыбаться Да И позволяет Белеть Зубам На Фоне Его Коричневой Кожи Если Это Не Улыбка То Что Каем Не Кивает Но Молчит Он Гладит Мальчика По плечу Как бы Говоря Конечно Конечно Давай Ну давай Реально Посмотри На Меня Я Улыбаюсь Не Так Ли Правильно Ты Улыбаешься Во Всяком Случае А В любом Случае Забудь Обо Мне Давай Поспешим Это Я Не Понимаю Я Не Понимаю Какой Смысл Часто Придают Слову Sweet Да Дословно Сладкий Ну что Я должен Перевести Мальчик Имеет Сладкий Открытый Характер Как Это Какой Смысл Еще Вкладывает В это Слово Сразу Вспоминается GTA San Andreas Где Там Этот В этом Переводе В этом Потраченном Там Этот Тоже Брат Называется Sweet И Был В переводе Сладенький Возьми Машину Сладенького В общем Не знаю Какой Не смысл Вкладывать В это Слово Какой Альтернативный Видимо Или Что-то Подразумевает Что-то Другое Я думаю Что-то Типа Имеет Мягкий Открытый Характер Да Ну В данном Случа Да Тор Может Вот Я говорю Как бы Мягкий А Вот В том Даже Случа Где В GTA Там Непонятно На Интуитивном Уровне Может Как-то И понятно Что Типа Ну Какой-то Близкий Человек Да Там Родной Может Быть Или Что-то Там Или С которым У тебя Хорошие Отношения Какие-то Там Добрые Но Как-то Вот Одним Словом Непонятно Как это Перевести Так Ну Ладно Он Мгновенно Подружился С Каймом А Так А А Другие Горожане Держались На Расстоянии От Странного Путешественника Не Не Чтобы Мальчик А Не Не То Чтобы Это Из-за Того Что Мальчик Выбрал Себе Ну Такого Друга Который Намного Старше То Ну Кай Короче Намного Старше И То Это Еще Он Еще Не Все Знает Так Скажем Он Ведет Кайма В Таверну Которая До Сих Пор Не Открыла Ну Не Открылась В Течении Дня Я Не Хочу Просить Тебя Об Этом Но Но Типа Сделаешь Это Пожалуйста Но Так Что И Привести Не Не Голос Мальчика Похоже Э 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 Сайт Ну Типа Идет Изнутри Да Э Э Э Э Э Э Э Доносится Наверное Изнутри Э Э Э Э Человек В Э 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 Тройл Пьяный Вой Э Э Э Э Э Э Э звучит особенно плохо. Каим наносит... Чё?... Файтсбэк... Ну короче, вздыхает и входит в таверну. Человек на табурете является отцом мальчика. Он опять пьян в полдень. Мальчик находится здесь, чтобы забрать его домой. Вот почему Каим вспомнил этот сон, да? Ну то есть мы это сейчас видели. Он смотрит на отца с печальными глазами. Каим... Каим ставит руку на плечо отца и незаметно перемещает бутылку виски от него. Давайте называть это днем, он сказал. Человек толкает руку Каима... Что каких таких? Это то к чему? Я даже не могу. Я не знаю как перейти. Ну кровь толкает руку Каима и резко падает вниз. Я ненавижу парней таких как ты, говорит он. Да, я знаю, говорит Каим. Пришло время, чтобы пойти домой все же. Тебе достаточно. Ты слышал меня, Каим? Бродяга. Дрифтер. Бродяга? Google говорит, что да. Я ненавижу вас, ребята. Я действительно, реально, на самом деле ненавижу вас. Отец всегда так, когда он пьян, шевеляет проклятие на всех дрифтеров. Ввязывается в драку с любым человеком, одетым в дорогу и наконец резко падает на землю, чтобы отоспаться. Его сын слишком мал, чтобы перетащить его домой. Со вздохом Каим, оказывается, сегодня... Что? А, ну он снова поддержал вес пьяного отца, чтобы удержать его от опрокидывания с табурета. Мальчик смотрит на своего отца, его глаза заполнены печалью, гневом и жалостью. Когда его глаза встречаются с Каимом, он пожимает плечами, как бы говоря, извините, что заставил вас пройти через это. Но Каим использует это. Он видел отца в усмерть Бухим почти каждый день в течение прошлого года. А, ну... На ты, да. А, я где-то там вы прочитал. Ну просто... У меня автоматически как-то почему-то... Читая вы... Ну да, надо... С тех пор мальчик и его отец остались жить в одиночестве. Ну что ж... Мальчик говорит с напряженной улыбкой, как бы пытаясь смириться с ситуацией. Плохо, папа? А, не. Бедный папа. Бедный я. Скорее, снап все-таки наоборот все говорят на ты. Да, на самом деле это правильно. В русском языке тоже... Раньше было только ты. А вы уже, по-моему, придумал... Было придумано, если я не ошибаюсь, в восемнадцатом, что ли, веке. По-моему, что-то там примерно при Петре, что ли, что-то такое начали выкать. Было нормально раньше ты всем. И что такого, нормально. Не считалось таким-то там... Неуважением или что-то такое. По-моему, это абсолютно нормально. А вот... Вот это вот вы и ты вот постоянно... Мне наоборот, если честно, не нравится. Так что, в данном случае, у английского преимущества в этом плане, я считаю. Это вот во французском, там тоже есть вы и ты. Это вот, скорее всего, оттуда вот к нам пошло. Ну, там, не помню свое слово, я французский-то не знаю. Ну, так, снап, потому что у нас уже это в голове засело, что ты, когда говоришь на вы, то ты дистанцию, да, типа, держишь. А... Как бы... Потому что, ну, уже нас так воспитали, да. А если бы мы, в принципе, это не использовали, то, как бы, тебе бы не было в этом необходимости. Ну, ладно, продолжаем. Поддерживая вес отца на плече, Каем улыбается мальчику и говорит, да, но ты не выходишь на улицу и не напиваешься, как он. Хм, говорит мальчик, выпячивая грудь вперед. Иногда дети сложнее, чем взрослые. Каем расширяет улыбку, но не знаю, как это сказать. Типа, как, как знак, ты прав. Конечно, я прав. Эм... Не, просто он уже улыбнулся до этого, а тут он сильнее улыбнулся. Что-то не могу вот это вот... Говорит, конечно, я прав, мальчик... Ну, типа, ответной улыбкой ответил. Это единственный вид улыбки, который, ну, десятилетний сумел сделать в прошлом году. Так... Блин, я вообще-то не могу это нормально почитать. Они не стоят, снаб, они тащат тело. Ну, точнее, Каем тащит, а пацан рядом идет. На самом деле, это просто я так читаю. На самом... А так, ну, в жизни, ну и что такого идут. Поговорили, поговорили, ну... И, как бы... Да нет, нормальная абсолютно ситуация. То есть, ну, просто это видно как-то себе неправильно, ты немножко представляешь. Как-то... Что тебе это кажется как-то странным. В общем, конец предложения. Тут не очень понял. Ну, ладно, не суть. Мать мальчика, жена отца, ушла из дома год назад. Она влюбилась в коми-вояжера и отказалась от мальчика и его отца. Ну, снаб, я с тобой говорю, ну, ты как-то просто не так представляешь. Сложно объяснить. Ну, не знаю, мне почему-то... Я нормально как-то себе представил эту картину. Совершенно обычно выглядит. А что, они должны были идти строго молча с каменным лицом, что ли, по-твоему, или что? Ну, то есть, ну, как-то непонятно. Решили разрядить немного обстановку. Мама была скучной. И мальчик говорит, как ни в чем не бывало, смотря на измену матери, да? Она устала делать то же самое каждый день, вот когда... Вот когда она встретила его, и что я не понял опять смысл. В нежном возрасте, в десяти лет, мальчик узнал, что есть определенные истории, которые должны быть рассказаны... Матер оф факт Тони. Я не знаю, как это перевести. Отец родился и вырос в этом маленьком... А, в сдержанном Тони. Отец родился и вырос в этом маленьком городе, и работал в городском офисе. Он не был особенно талантлив, но это не была та работа, которой нужен талант или находчивость. Все, что он должен был сделать, это выполнять приказы с усердием и покорностью. И он делал именно то, это из года в год, не вызывая волн. Вот это вот, а не знаю, окончание. Какой-то опять оборот, видно стандартный. Он позвонил... Он назвал нашу жизнь мирной, но мама так не думала. Она сказала, что это была просто обычная жизнь без какого-либо удовольствия. Не пойму, ее привлекла жизнь коми-вояджера или коми-вояджер ее привлек... Что-то я не понял вот это вот, в каком ключе надо сказать это. Ну, короче, типа ее привлек к коми-вояджер. А, ну даже не пытаясь что-то изменять, ну да. Это было рискованно и интересно, как ходьба на вершине стены тюрьмы. Один неверный шаг и ты можешь закончить внутри. А, снап, ну ок, ну просто гугл так перевел, а я не спорю. Транствующий торговец. Папа сказал маме, что человек обманывает ее, что все что он хотел, ее деньги. Но он не мог пробиться к ней. Мама не могла даже думать о нас тогда. В полной отрешенности, как будто держа его на расстоянии вытянутой руки, мальчик размышляет о трагедии, обрушиваясь на его семью. Я слышал, говорят, любовь слепа. Да, это действительно так. Он говорит, пожимая плечами и с язвительным смехом, как полноценный взрослый. Кай им ничего не говорит. О, снап, твой любимый момент. Дети должны действовать, типа, согласно их возрасту, что ли. Является еще одной, а, это является еще одной поговоркой. Да, он и в игре мало что говорит. Но, видимо, это специально так задуман, такой вот у него молчаливый характер. Но, вероятно, эта поговорка не относится к этому мальчику, который потерял любовь к своей матери. Я не дословно. Да, о белых цветах он разговорился. Да, действительно, с барменом с этим. И даже, если Кайм... Что предполагает делать, не понял. Ну, короче, мальчик выдает напряженную улыбкой. Иногда дети сложнее, чем взрослые. Отец мальчика, однако, показывает свое недовольствие, когда его сын использует взрослые выражения. А, получает его. Маленький хам потерял все свое ребячество. Сейчас он презирает меня. Он думает, что я жалкий. В глубине дыши он смеется надо мной. Без того, что я позволил своей жене уйти к другому человеку. Будь он проклят. Это беспокоит его, особенно, когда он пьян. Его раздражение значительно перевешивает его отеческую любовь к своему сыну. Иногда он даже... Хлопает или бьет? Ну, на гугл перевел хлопает мальчика по лицу или пытается. А когда он пьян, мальчик может легко вернуться от его пощечины. И он заканчивается... А, значит, все-таки хлопает по щечину. И он растягивается по полу. Даже сейчас, когда он тонет в море спиртного, он может иногда превращаться... Делаться неожиданно серьезным и начать задавать вопросы. Скажи, Кай, а ты путешествовал в течение длительного времени, не так ли? Угу. Тебе нравится это все? Что? А, тебе так сильно нравится? Отправляться в странные города? Встречать незнакомцев? Эээ... Не может быть... Все, что... Разве это так замечательно, что... Ты был готов отказаться... От жизни... Ради такой жизни? Ну, в общем... Не знаю, как-то перевел совсем криво. Ну, примерно смысл понятен. Типа... Оно стоит того, да? Вот так вот скитаться? Он спрашивает то же самое снова и снова. Ответ Кайма всегда один и тот же. Иногда это приятно, а иногда нет. Он не знает, что еще сказать. Знаешь, Кайма, я никогда не ступал за пределы этого города. То же самое с моим отцом и моим дедом и моего прадеда. И тот перед ним. Жесть. Поколения никогда не выходили из города? Это что за бред? Нет. Мы всегда здесь рождаемся и умираем здесь. Семья моей жены тоже. Ну, не знаю, снаб для меня это вообще неприемлемо. Ну, ладно. Все по-разному, видимо, мировоззрение. Эээ... Они... Были... Ну, как это... Как это... Коренными жителями в этом городе в течение нескольких поколений. Так почему же она это сделала? Почему она ушла? Что она... Что ей нужно так сильно, что ей пришлось оставить меня и своего сына? Кайм просто улыбается, не отвечая. Ответ на такой вопрос не может быть передан в словах. А... Попробуй хотя бы объяснить... Попробуйте хотя бы... Эээ... Что тут? Ну, сейчас. А, попробуем хотя бы это объяснить. Причина... А... Значит, по какой-то причине определенные люди тянутся неудержимо к дороге и никогда не могут быть поняты людьми, которые не имеют этого импульса. Отец... Ээ... Является просто одним из тех людей, которые никогда не могут понять. Будучи не в состоянии... Эээ... Получить ответ от Кайма, отец снова тонет в море пьянства. Я боюсь Кайм, говорит он. Мой сын может это тоже сделать. Он может уйти и оставить меня здесь когда-нибудь. Когда я слышу, как он разговаривает, как по-взрослому, я так боюсь, я не могу этого вынести. Мать мальчика, в конце концов, возвращается. Эээ... Торговец-путешественник обманул ее. И... Ну... Со всеми его... этими бережениями, что ли. С бережениями. И как только она уже... Не верила всем его словам, он оставил ее. Физически и психологически сломано. У нее есть только одно место, чтобы вернуться. Эээ... Дом, который она бросила. А, поскольку он вытянул из нее все сбережения, он бросил ее. Ну, да, примерно. А, ну да. Я немного не так сказал. Сначала она... Пишет письмо из соседнего города. А как... И когда ее муж считает его снова и снова... Эээ... Несчастная ведьма. Он... Он делает вид, что рвет письмо на куски перед Каймом. Не показывая его своему сыну. Кайм рассказывает мальчику все и... Спрашивает его... Что вы... Что ты хочешь сделать? Что бы ты не решил, я помогу тебе, чтобы это произошло. Что бы я не решил? Мальчик спрашивает... Эээ... Взамен с присущей ему... Отдельной улыбкой. Если ты хочешь, чтобы... Эээ... Если ты хочешь покинуть этот город, я дам тебе достаточно денег, чтобы... Эээ... Помочь тебе на некоторое время. Ну, чтобы... Ну, короче... Немного денег дался на первое время. Говорит, Кайм. Я могу это... Сделать. Хе-хе-хе. Я совершенно серьезно. Хе-хе-хе. Отец не имеет намерения прощать жену. Он почти наверняка повернет ее обратно, если она появится. И, вероятно, с гордой, мстительной улыбкой на лице. Кайм знает, однако, что если мать теряет ее дом и оставляет этот город раз и навсегда, отец вернется к... Ну, этим... Опять будет напиваться каждый день, приклиная неверность жены, наплакивая свою судьбу, выпячивая свой гнев на незнакомых людей и постоянно показывая свою худшую сторону сыну. Длительный срок Кайм... А, ну, долгие путешествия Кайма в дороге научили его этому. Постоянное путешествие означает встречи с разными людьми. И отец мальчика, несомненно, один из самых слабых мужчин, который Кайм когда-либо встречал. Ты можешь присоединиться к своей матери и пойти в другой город. Или, если ты хочешь пойти куда-нибудь самостоятельно, я могу найти тебе работу. Или будет лучше, Кайм считает, для мальчика, чтобы он продолжил жить один, чем со своим отцом. Ну да, дети были в круче вкачаны. Мальчик, однако, казалось, был заинтригован, смотрел прямо на Кайма. Открывая свои белые зубы. Ты путешествуешь много времени, не так Кайм? Угу. Всегда в покое? А всегда один? Иногда один, иногда нет. Мальчик слегка кивает и грустной улыбкой по-взрослому говорит. Ты действительно не получил это, да? Что это? За время этого путешествия... Может неправильно звук перевёл, да? Не пойму. За время моего путешествия, этого путешествия, ты ещё не понимаешь самое главное. Его грустная улыбка принимает свой обычный горький край. Кайм наконец узнаёт, о чём мальчик разговаривает около трёх дней. О чём, в смысле, говорит мальчик в течение трёх дней. Усталая женщина в лохмотьях тащит себя с шоссе на рынок. Горожане шарахаются от неё, а, нет, отворачивают взгляд от неё, оставив её в центре широкого пустого круга. Мать мальчика вернулась. Мальчик развивает свой путь сквозь толпу и входит в круг. Мать видит своего сына и её засохшие в путешествии щёки сломаются в улыбке. Мальчик берёт, ну, мальчик делает один шаг и ещё один шаг к её... К разнимая ждённой, лобающейся матери. Он не решается на первый, но с третьего шага он обнимает её. Ломаешься от улыбки щёки, ну, да. Мне очень жаль, мне так жаль. Пожалуйста, прости меня, мать умоляет в слезах. Она прижимает его голову к своей груди и говорит, улыбаясь сквозь слёзы. Ты стал таким большим. Затем она добавляет, я не оставлю тебя снова, я останусь здесь навсегда. Что-то они, по-моему, где-то там дальше, да, я, по-моему, это... Пиши книгу, зачем, в смысле... Чё-то я забыл переключать, она даже была экрана. Ну, они пошли сквозь толпу в сторону таверны. Так, а снап, а чё я? Я только перевожу. Теперь отец пробивает стенку людей и входит в круг, он пьян. Спотыкаясь, он подходит к жене и сыну. Он смотрит на жену. Мальчик стоит между ними, охраняя его мать. Папа, прекрати, он кричит. Мама вернулась, это достаточно, не так ли? Прости её, папа, пожалуйста. Его голос захлебнулся от слёз. Отец ничего не говорит в ответ. Глядя на них двоих, он падает на колени, руки широко открыты. Он окутывает и свою жену, и сына. Разрушенная семья снова вместе. Папа, пожалуйста, не держи нас так крепко, больно. Мальчик плачет и улыбается. Мать может только рыдать. Отец плачет в ярости. Видя сцену из задней части толпы, Каем приподнимается на каблуках. Ты действительно уходишь? Мальчик спрашивает снова и снова, как он сопровождает Каем на окраине города. А, повернулся. А, повернулся. Угу. А я хочу, чтобы... пересечь океан перед тем, как наступит зима. Папа уже скучает по тебе. Он говорит, что думал, что вы можете стать собутыльниками. Ты можешь пить с ним, когда вырастешь. Когда я вырасту, да? Мальчик поднимает голову, немного смущенный. Он бормочет. Интересно, буду ли я все еще жить в этом городе тогда. Никто не знает этого, конечно. Может быть, через несколько лет... Отец будет тратить... Ну... Свои дни снова пьяным. Потому что его сын покинул свой родной город и семью. И все же Каем вспоминает то, что он забыл сказать слабому отцу мальчика. Мы не называем это путешествием. Потому что у нас есть место, чтобы прийти домой. В смысле, место... Ну, куда мы можем прийти домой. Независимо от того, сколько... Где-то ужас, не знаю. Ошибок человек может сделать. Пока у него есть место, чтобы прийти домой. Человек всегда может начать все заново. Я не понимаю, говорит мальчик. А, да, мы называем это путешествием. А я что-то... Почему я не сказал? Каем помнит что-то еще. Вспомнил что-то еще. Улыбнись за меня, он говорит в последний раз, положив руку на плечо мальчика. Как это? Он открывает свои белые зубы, а щеки морщатся. Это хорошая улыбка. Он... Он... Он наконец... Он наконец... У него наконец-то удалось получить улыбку мальчика. Теперь твоя очередь, Каем. Эээ... Уверен. Он... А, конечно. Мальчик изучает улыбку Каема, как если бы присваивал ему оценку. Может быть немного грустно. Говорит он. То, что он... Эээ... А, то, что он шутит... Эээ... Делает его слова... Не понял. А, делает его слова... Какими-то домашними, что-то, что ли, я не понял. Все больше. мальчик снова улыбается как будто демонстрирует модель кайма хорошо тогда говорит он со взмахом руки я собираюсь ходить магазином с папой и мамой сегодня каем улыбается и уходит и тогда он слышит мальчика призываю называющего его имя в последний раз даже если мы говорим до свидания я не собираюсь плакать каем иногда дети сложнее чем взрослая каем не оглядывается только в ответ машет рукой выражение лица мальчика вероятно изменится изменилось бы если бы глаза встретились он решает играть сильного до конца каем идет дальше после короткой передышки его путешествие без конца чтобы прийти домой чтобы снова начаться путешествие без места а без места куда прийти домой начать снова путешествие без места чтобы прийти домой как поэты называют блуждающими конец последнее предложение правда не понял ну понятно не непонятно но понятно а скитание так ну вот уже четыре сна перевели прочитали неплохо суету в так так что но фокусы мартэка фокусы фокусах У нас это написано, да, в каком локации находимся? Мейн-стрит. А, вот, тут же это такси, да, есть? А где таксист? Вот это? Хм. Где такси не работает, походу. Так, а это куда? А, Централ Стейшн. А, стоп. А, так. Мы же этот сон уже, по-моему... А, не, мы этот сон не брали, да? А, так, так сон. А, так сон. А, это вот на станцию, да, вход или че? А, точно. А, это вот на станции, да, вход или че? А, это вот на станции, да, вход или че? А, это вот на станции, да, вход или че? А, это вот на станции, да, вход или че? А, что? Стоп, а это куда? А, вон они, вон они. Топ, а что-то он сверкает. Ингрэвид ринг? Интересно. Знаю, что мой отец работает на фабрике магической продукции. Производство, ну, короче, понятно. А, он босс этого места. Я не босс всего, конечно, но я рад, что она гордится мной. Всё, что я могу сделать, я делаю для неё. Ну, соответственно, это уже пятый сон за сегодня. Называется Little Liar, в общем, маленькая лгунья. Ой, че-то он охренеть какой большой. Ой. 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 Все на рынке ненавидят маленькую девочку. Ей ещё нет десяти лет, и она ещё не переросла в сладкую невинность детства. Она зарабатывает только открытое презрение от взрослых, у которых есть магазины на рынке. Причина проста. Она лжёт обо всём. Эй, мистер, я только что видела, как грабители вошли в ваш дом. Посмотрите, леди... Все ваши полки упали. Или что, чуть не понял. Ладно, понятно. Эй, э... Все слышали, что пришедник сказал? Бандиты планируют напасть на этот рынок. Даже самая безобидная ложь может быть раздражающей, если повторяется достаточно часто. И лавочники... Нашли с... Ну, у лавочников растёт гнев. Вы лучше следите за ней. Кайм предупреждает овощную леди. А, наоборот! Овощная леди предупреждает Каймэ. никто здесь не любит ее ложь больше поэтому она всегда находится в поиске в поиске новичков и незнакомых людей кто-то как и вы был бы идеальным мишенем для нее она может быть права Каем является новичком в этом городе он сон называется маленькая лгуния литл лиар или лайер он прибыл несколько дней назад и только что начал работать на рынке сегодня Каем начал работать на рынке ладно где ее родители или кто ее родители а не что делают ее родители раз пока не увидел английский вариант не понял что делают родители каем спрашивает при выгрузке воза овощей и что торт ты думаешь что-то стримить сейчас или что если ты хочешь постримить финалку то я этот сон будет последним тогда для сегодня у нее нет родителей они умерли мать по крайней мере да может быть 4 или 5 лет назад она была здоровая молодая женщина которая ни разу не заболела в своей жизни но в один прекрасный день она она коллапсит ну то есть как бы не знаю как это перевести ну то есть я знаю это слово но как ее перевести по отношению к человеку литературный кружок а ну ладно в общем один прекрасный день она просто умерла видимо вот что было с ней как насчет отца она вдыхает более глубоко чем раньше и говорит он уехал чтобы найти работу в городе родители используются для работы родители используют для работы универсальный магазин на рынке хотя мать почти единолично заботилась о фактической покупке продажи многих товаров которые они несли как только она умерла как только она умерла судьба магазина не знаю в общем дела пошли не очень в общем дела пошли не очень далекая далекую столицу в поисках хорошего высокооплачиваемой работы которая позволила бы ему покрыть свои долги он обещал вернуться через 6 месяцев но он отсутствовал целый год теперь уже отсутствует целый год письма она использована для получения что в общем не понял в общем письма какие то используются от него для получения от него в случае ухода своего друга портного но тот тоже выдавал около полугода назад в общем я сам не понял смысл этого предложения я думаю можно сказать что это печально для такой маленькой девочки ждать пока ее отец придет домой но все же девушка теперь спит в углу коммунального склада в ведении людей людей с рынка мы все привыкли говорить о заботе о ней а типа чтобы охрану заботиться о ней пока ее отец не вернется это не удивило кайма он знает по собственному опыту что все люди которые работают на рынке и не только это полная добрая женщина с хорошим сердцем и щедрая ну как то так несмотря на ее ограниченные средства в противном случае что то непонятно в противном случае они бы никогда не наняли незнакомца как он а смысл всего абзаца не очень понятно ну ладно задолго до этого первые шесть месяцев прошли мы все были а нам она всем очень надоела она была милой просто девушкой а ее мать была жива но это впечатление типа осталось в прошлом не знаю как тут дословно перевести все вся ее сладость ушла вот опять это свитнес а конечно нам всем ее жалко и мы принимаем наши очереди кормить ее и одевать ее в ну и одевать ее но так как она продолжает лгать всем взрослым никто не заботится о ней больше из-за этого почему она не видит не может видеть что она должно быть одиноко не кажется вам с болью с больной улыбкой женщина пожимает плечами и говорит этого достаточно болтать в течение а типа хорош болтать работать работать и она идет обратно в магазин каим сортирует овощи он выгрузил их с передней части магазина а выгружает их с передней части магазина как-то слышит тихий голос позади него привет мистер вы здесь видели новичка это девочка угу вы не из города так ли не я не живете ли вы наверху пока вы здесь работаете какое-то время по крайней мере именно это я и надеюсь сделать что какое-то время по крайней мере ну да так и есть вот что я надеюсь сделать не понял что он надеется сделать а я скажу вам по секрету ладно ну хайм говорит хорошо не отрывай не останавливать своей работы там призрак на этом рынке люди здесь никому не говорят об этом потому что это плохо для бизнеса на самом деле здесь я вижу его все время в самом деле кайм отвечает с притворным удивлением он решает играть вместе с ней а не ругать ее за ложь в этой бесконечной долгой жизни его он столкнулся с большим количеством детей потерявших своих родителей или брошенных ими печали одиночества детей которые были брошены в одиночку в широкий ну в мир это то что кайм чувствует пока продолжает бродить по всему бесконечному потоку времени что это за призрак женщина я знаю кто она это призрак матери потерявший своего ребенка говорит она ее маленькая забыл переключить ее маленькая девочка ее единственный ребенок умер во время эпидемии охваченная горем мать выбрала смерть и теперь ее призрак появляется на рынке каждый вечер ища ее дочь бедная мать она покончила с собой чтобы она могла быть дочерью но она не может найти ее в другом мире таким образом она продолжает искать ее и кричать где ты спеши и прийти приди к маме в другой мир девушка рассказывает свою историю с убийственной серьезностью не кажется ли вам это печально она спрашивает кайма она на самом деле имеет слезы на глазах именно поэтому кайм знает что она лжет даже если бы он не был предупрежден женщиной он бы знал что это было ложе на основе того что она рассказала ему о фоне девушки в смысле непонятно ну короче об этой девочке кайм тщательно организует гроздья хорошо сотревших виноградов ну сортирует в смысле наверное и ну кстати да в ящик фасует я бы сказал наверно и и спрашивает девочку а почему почему ты думаешь мать не может свою найти свою дочь что девушка спрашивает его с ошеломленным взглядом хорошо объясняет он девочка не в другом мире она не блаждают в этом мире так где же она каем не знает а каем не 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 имел ввиду перекрестный допрос он просто чувствует что это что тот кто лежит вне вне печали вне печали может иметь что ну типа проще признать ложь какая она есть одиночество девушки потерявшей мать и будучи заброшенной ее отцом состоит не в сообщении маленькой лжи а в то чтобы не не поймаю сейчас а то есть не в том чтобы немножко соврать а в том чтобы продолжать врать теперь когда вы упомянули об этом что это ну good point типа хорошая мысль да хороший вопрос говорит девушка спокойно улыбаясь действительно куда же пошла девушка какая мгновение мгновение мгновенно указывает на девушку как бы говорит вот здесь но прежде чем он может сделать это она продолжает это первый раз когда кто-нибудь спросил меня ты другой интересно не нет ты ты другой девушка настаивает я думаю мы можем быть друзьями ее улыбка усиливается углубляется каем улыбается в ответ и ничего не говоря именно тогда они слышат овощную леди но не знаю можно про более литературно перевести типа продавщица овощей до идущую от задней части магазина и девушка бросается прочь просто прежде чем она исчезает за углом переулок девушка дает камень но это машет рукой к ему и как будто говоря до скорой встречи впервые лица девушки с всей слишком взрослой стиле речи показывает намек на детскость подобающие ее годам девушка начинает ходить кайму в магазин несколько раз в день когда бокалейщица нету рядом чем покалейщица овощница только что было овощница уже бы калейщица просто я на google опираюсь калейщица она рассказывает ему одну ложь за другой я испекла печенье с мамой вчера вечером я хотела бы дать вам немного но они были так хороши что я съел их все бандиты похитили меня когда была маленьким ребенком но мой отец пришел чтобы спасти меня и избил всех бандитов что так что я не была убита мой дом это большая белая для большой белый подножия горы вы новичок здесь так что вероятно не знаете об этом это самый большой дом в городе у вас нет семьи в одиноки бедный каем я хотела бы присоединиться а хотела бы поделиться некоторыми а с своим счастьем с тобой вся ее ложь несет скорбь грустно-одинокая грустно-одинокая ложь грустно-одинокая она никогда не могла рассказать базарным людям которые знают ее прошлое да видимо бэкграунд в данном случае ну да вся ее ложь была растяна из печали мы в конце каждой беседы с cymode она проника которая держит палец носит палец к губам и говорит это всего лишь наш маленький секрет не говори бледи бакалейчится конечно каев ничего не говорит никому если это случается чтобы найти себя в ситуации а ну если получается ситуация когда люди на рынке плохо говорят о этой девочке то он уходит от этого разговора ложь и disparagements смешные вещи они не принимают форму потому что кто-то говорит им а кто-то произносит их а скорее потому что кто-то слушает и выражает согласие с ними по-настоящему из изолированный индивид от пренебрежения настоящему изолированный индивид никогда не может говорить плохо о тех ну о ком-либо тоже самое можно сказать и в отношении лжи потому что она она потому что ну и кто-то должен рассказать девочка не должна упасть в пропасть истинной изоляции чтобы защитить свою маленькую грустную долю счастья каем играет роль ее слушателя не не поднимая никаких возражений однажды когда девочка пришла к каему она уделила особое внимание чтобы быть незамеченным леди быкалейщицей или владельцами заседних магазинов скажите мне мистера вы планируете оставаться здесь долгое долгое время не я не говорит каем продолжая разрушать овощи и фрукты вы будете ух а вы уйдете когда накопите достаточно денег возможно но у вас еще недостаточно я получаю я зарабатываю здесь корид он обращает с натянутой улыбкой к девочке это ложь во спаси а так а это ложь для себя у него уже достаточно денег чтобы подержать на дороге он также не взял не взял текущую чем то есть он так бы не взял эту работу потому что если бы им просто нужны были деньги так что а это была его безобидная ложь он здесь потому что он не нашел адресата а он не нашел адрес куда он хотел бы отправиться путешествие путешествие без назначения является бесконечным путешествием мудрецы говорят что вам нужны мечты и цели в жизни но мечты для достижения цели чтобы понять у него же был достаточно денег на дорогу он взял эту работу не потому что мы так начали нужны были деньги потому что он не знал куда отправиться но я так и перевел в итоге она мечты для достижения и цели чтобы понять какие-то ориентиры жизни именно потому что жизнь кончена так так какие должны быть мечты и цели в жизни у которой нет конца у кайма нет путешествия не то путешествие в которое нужно торопиться и он не тот который может поспешить возможно блуждание день за днем без цели нельзя даже назвать путешествие на твоем месте говорит девочка я бы вышла из этого рынка как только скопила достаточно для двух или трех дней путешествия каем и реагирует на нее с тихой болезненной улыбкой что было выражение лица девочки если бы каем сказал ей я остаюсь здесь для тебя слышите каем не совместил я нахожу смысл моей жизни на данный момент на предоставление тебе слушателя для твоей лжи в этот момент эти слова приходят на ум но на самом деле никогда не сможет это сказать девушки она смотрит вокруг аккуратко и говорит почти шепотом если вы хотите что выбраться отсюда в ближайшее время я знаю хороший способ как вы можете сделать это хороший способ проникнуть а переключительно а проникнуть в в в портнов в портную ну короче где портной заседает хех как это называется или украсть его деньги ээээ там небольшой горшок в шкафу, в задней части магазина, он полный денег. Ты имеешь ввиду украсил его? Обокрась его? Да. Он прямо смотрит на Кайма без малейшего сомнения в её глазах. Со всей серьёзностью она продолжает объяснять. Это он специально заслуживает того, чтобы его ограбили. Деньги в банке, по её словам, являются испорченными. Я знаю эту девочку, хороший мой друг, она, говорит она, и это так грустно по поводу неё. Её мать умерла, а отец отправился на работу в столице, и она в полном одиночестве. Её отец должен был прийти и забрать её через шесть месяцев, но она не слышала везти от него. Тем не менее, ещё одна ложь рождает скорбь. Кайм спокойно спрашивает, есть ли какая-то связь между твоим другом и портным? А, это она просто какой-то подругой, то есть между твоей подругой и портным, да? Что-то я уже немножко, видно, подустал. Не могу вникнуть, нормально. Конечно, говорит она, тесная связь, что происходит на самом деле. А, это... А, это... Не понял. Что на самом деле происходит? Отец посылал ей деньги каждый месяц, как он должен был, чтобы помочь сделать её жизнь в городе немного легче, и он продолжал писать ей. Он хотел сказать ей, что он нашёл хорошую работу в городе, и она должна прийти и с ним туда жить. Он слишком занят, чтобы прийти к ней, так что она должна прийти к нему. И он послал ей деньги на поездку. Но ни одна из... Ни одно из писем или деньги никогда не достигли девочки. А, прямое отношение. И... Почему ты думаешь так? Ну, то есть, и почему ты думаешь, что именно так произошло? При тем, как Кайм смог ответить, девушка говорит, ошибкой было отправлять письма и деньги через портного. Он держал все деньги до себя. Кайм отворачивается от девочки. Для того, чтобы поддержать одну печальную ложь, девочка сваливает на него ещё более печальную ложь, что может повредить другому человеку. Это самое печальное из всего. Замок на задней двери портного очень легко сломать. Девочка добавляет, и она скачет прочь, не дожидаясь ответа Кайма. Девочка бежит в магазин за продуктами и на следующее утро, крича на владельца... Для владельца. Она говорит, что непосредственно... Она... Говорит... Непосредственно женщине, не Кайму. Грабители ворвались в магазин портного вчера вечером. Она говорит, что видела ряд грабителей... Поздно грабителей, поздно вечером после того, как рынок опустел. Вот это да, говорит женщина с натянутой улыбкой. Что должно быть было просто ужасно. Она, очевидно, не принимала девочку всерьез. Но это правда... Я действительно видела их. Посмотрите... На маленькую девочку, у меня было почти все... А, я могу... Что? У меня было почти все, что я могу взять от вас. Сейчас... Я не пойму... В общем... Это маленькая лгуния... Это пугает меня до смерти... Что... Ну, когда думаю о том, что из тебя может вырасти... Грабитель или мошенник. Я занят сейчас тем, чтобы открыть свой магазин. Ты не против? Попробуй на ком-то еще. А, всякого наслышалось от тебя. Первое предложение вообще не знаю, как перевести. Типа, что-то она кричит там... Помогите, кто-то пришел. Портной стоит на улице... Глядя... А, в ужасе крича на всю силу своих легких. А, ей было сложно говорить, когда на улице стоял такой крик. Вон. Портной, короче, кричит вот это. А... Грабителя... Они взяли все мои... Деньги. Маленькая девочка ускользает, как портной... Когда портной приходит. Рынок... Так... На рынке раскрывается скандал. Девушка не врала. Это является, ну, неоспоримым фактом. Но... Все слишком привыкли к ее лжи. Эээ... Люди теперь указывают на возможность... Эээ... Другого вида лжи. Может быть, она сделала это? Что вы думаете? Эээ... Итак, начнем. Эээ... А, и так... И так начинается. Я думаю, вы можете быть правы. Разговор от лицедейства... Я бы не... Не стал... Пропускать ее, да? Отпускать ее. Пойдем и найдем ее. Мы сделаем... А, мы заставим ее рассказать. Даже если... Даже если придется вести себя немного грубо с ней. Никто не возражает против этого предложения. Некоторые... Бегут... На склад. Остальные начинают искать на рынке. Не могу найти ее... Нигде. Хранилище пусто. Она убежала с деньгами. Ммм... 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 и бросают кожаный мешок с монетками на землю перед людьми. Украденные деньги находятся там, говорит он. Что? К сожалению, я украл их. Растерянные быстро замешательства быстро перерастают в гневные крики. Каем поднимает руки, чтобы показать, что он не будет сопротивляться. Делайте то, что вам нравится со мной, я готов. Леди Боколесица кричит на него через стенку. Как ты мог так поступить, Каем? Я хотел денег, вот и все. А вы не просто говорите это, чтобы защитить девочку. Интуиция женщины была довольно сильная. принудительно улыбнувшись, Каем поворачивается к портному и говорит это было в банке в шкафу, не так ли? Человек кивает энергично. Это правда, должно быть, он сделает. У меня деньги были в горшке, он вор. Деньги не единственное, что было в банке, тем не менее, не так ли? Что ты говоришь? Там были некоторые письма. Письма отца девочки. Это ложь. Не сходи с ума. Это правда все же. Нет. Не было там никаких писем. Я выбросил их все. Портной хлопает в ладоши порту. Но уже слишком поздно. Леди-покорейщик впивается в него. Что все это значит? Она спрашивает. Не, я имел ввиду вам бы лучше рассказать нам все. Сердитый взгляд народа переключается с Каема на портного. Несколько дней спустя два письма приходят на что значит? А, приходят от девочки на адресованные леди в продуктовом магазине и хороший человек наверху. Письмо Каема говорит девушке девочке удалось найти своего отца в столице. Он не имеет возможности узнать правда это или нет. Трудно себе представить маленькая девочка хочет найти отца в большом городе так легко не зная его адрес и место работы. Тем не менее он решает проверить когда он продолжает верить когда в письме девочке написано я сейчас счастлива. человеческие существа являются единственными животными которые врут. Ложь чтобы обмануть людей лежит в интересах себя лошадь лошадь чтобы защитить лошадь в интересах себя и лошадь чтобы защитить свое собственное сердце от угрозы дробления одиночества и печали. если бы не было никакой лжи в этом мире много борьбы и непонимания несомненно исчезло бы. С другой стороны возможно это потому что этот мир представляет собой смесь правды и лжи чтобы люди научились верить. Когда он прочитал это письмо Каем поворачивается к женщине тут гугл перевел Каем превращается в женщину сконцентрироваясь на ее письме она застенчиво поднимает голову когда чувствует взгляд Каем на себе я сдаюсь она заявляет слушайте я так благодарна вам и другим и другие на рынке вы до всех нас столько сделали я никогда не забуду вас пока живу лжец до конца а лгу не до конца той девочки она сказала улыбаясь сквозь слезы конец и то есть можно еще добавить что да все таки эта девочка нашла своего отца но вот она сидит рядом с ним столица но мы уже в уре сейчас это столица так вернемся в гостинице сейчас вообще сейчас наверное будет прерыв на обед то где там выход в гостинице и в гостинице в гостинице Стоп, я аж только что вышел. А, нет, это ж. Нет, стоп, я только что отсюда же вышел, почему он опять сюда вернулся? А, затупил. Так, засейвимся. Ну, пять снов за стрим, это неплохо. Насколько я понимаю, в Уре больше снов нету, но у нас есть еще один непрочитанный сон. Нет, Тор, я уже, жесть какой голодный и вообще что-то уже подустал, надо хоть это небольшой перерывчик взять. Да, вот мы тут уже все сны взяли, Апстримерс, это вот самый первый сон, который мы читали, по-моему. Так. Это нам нужно в Нумару, чтобы этот сон прочитать. И плюс еще этот Beyond the Wall, сон мы тоже еще не прочитали. Вот, ну, наверное, на этом, ну, как бы, даже не то, чтобы заканчивал, ну, как бы, стрим на этом заканчивается, да, но будет сейчас еще один, думаю, такой же стрим. Ну, хотя бы, хотя бы два сна еще там, да, перевести, может, ну, сколько найдем, в принципе, не знаю, может быть, все найдем. В общем, насколько мне хватит. Так что, не, ну, я не знаю, ну, в принципе, можно забить, ну, вот мы сейчас почитали, да, как бы, в принципе, не знаю. На самом деле, история интересная, как бы, вот, лично мне, как бы, в целом нравится. Да, бывает, там немножко затянутая и так далее, плюс переводить тяжело, но в целом интересные такие. Даже, может быть, в чем-то поучительные, там, или, ну, в общем, ну, не знаю, интересные. Но, да, затягивается очень сильно, то есть, вот, за 4 часа 5 снов перевели. Причем, что один почти что читал вообще уже переведенный, да, то есть, то, что сна предоставил текст, половина сна, там, больше половины сна. Вот, ну, не знаю, ну, как бы, говорю, можно и не читать остальные, а можно почитать. То есть, я, как бы, сам не могу пока даже толком решить для себя. Вот, ну, в общем, если есть, а вряд ли есть вопросы, пожелания, предложения, жалобы, хотя я думаю, что, наверное, пожелание будет быстрее, чтобы сны закончились, да. Ну, в общем, можно писать в чат. На этом стрим заканчивается, всем пока, увидимся в следующем стриме.